О Церкви Церковь есть от Бога установленное общество христиан, соединенных между собой одной православной верою, одним законом Божиим, одной законной иерархией, священством и одними таинствами. Об этом в нашем единстве и писал апостол Павел. Одно тело и один дух, как вы и призваны в одной надежде звания вашего. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех. Послание Ефесянам, 4 глава, 4-6 стих. Церковь Христова, пребывая на земле, важна для нас главным образом своей невидимой духовной стороной, как Царство благодати Святого Духа, пребывающего в ней. Но и сама Церковь в своем составе имеет и невидимых членов, какова прежде всего ее божественная глава, Господь Иисус Христос и все святые Его, а равно и ангелы. Так что Церковь одна, как земная, так и небесная. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелева. Послание евреям, 12 глава, с 22 по 24 стих. Отдельные члены Церкви могут лишиться благодати Святого Духа по своим грехам, если остаются упорно нераскаянными, и особенно тогда, когда они впадают в ереси и расколы. Но вся Церковь не может, потому что глава ее – Христос, исполненный благодати и истины, а потому и тело свое – Церковь, наполняющий этой благодатью и истиной. Его поставил Отец выше всего, главою Церкви, которая есть в теле Его. Послание Ефесянам, 4 глава, 22 стих. Говорит апостол Павел, Созижду Церковь мою, сказал сам Господь, и врата ада, то есть никакие силы и средства зла и лжи, не одолеют ее. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Единственным краеугольным камнем, то есть основанием Церкви в Слове Божьем, называется только Христос, и никто более. Вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея краеугольным камнем самого Иисуса Христа. Послание Ефесянам, 20 глава, 20 стих. Церковь называется Соборною, иначе Кафолической или Вселенскую, в том смысле, что она не ограничена никаким местом, народом, ни временем, но заключает в себе верующих всех мест, времен и народов. «Где нет ни Елена, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». Послание Колоссянам, 3 глава, 11 стих. Так же точно и все ранее жившие христиане, ныне умершие, со смертью тела отнюдь не выходят из состава церкви, но пребывают в ней, если только не отпали от веры. Церковь свята. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Послание Ефесянам, 5 глава, 21 стих. 5 по 27 стих. «Святость церкви идет не от нас, людей, а от божественной главы ее, Иисуса Христа, и от всеочищающей и духовно животворящей благодати Святого Духа. Совершенно и безусловно безгрешен один только Христос. Мы же много согрешаем все». Послание Иакова, 3 глава, 2 стих. «Но самые великие грешники не мешают святости церкви, если они очищают себя покаянием. Нераскаянные же грешники, как мертвые члены, отсекаются от тела церкви, или видимым судом ее законной власти, или невидимым судом Божиим, и таким образом также не препятствуют церкви быть святой». Так как теперь много христианских исповеданий или церквей, и все они считают себя истинною церковью Христовою, то мы, называя свою церковь апостольскую, этим свидетельствуем, что именно наша православная церковь неизменно и непрерывно хранит подлинное апостольское предание во всем, и в учении, и в богослужении, и вообще во всем строе своем, в законах, канонах своих и в своем благодатном пастырстве. Апостольская заповедь – держать предание их. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих. В общинах сектантов их, в кавычках, священство, ведет свое начало от их основателей, явившихся спустя 1500 и более лет спустя после основания церкви. Напротив, наша иерархия есть действительно апостольская и ведет свое начало от самого Иисуса Христа, пославшего своих апостолов и от сошествия на них Святого Духа. С тех пор преемственно и без перерыва и поставляются законным порядком в Церкви через епископское рукоположение в Таинстве Священства все члены нашей трехчинной иерархии – епископы, пресвитеры и диаконы. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Послание Ефесянам, 4 глава, с 11 по 12 стих. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пости церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Деяние святых апостолов, 20 глава, 28 стих. Протеерей Вознесенский, Н. Девятый член символа веры гласит «Верую во единую, святую, соборную и апостольскую церковь». И, читая его, каждый дает обещание соглашаться со всеми истинами, преподаваемыми церковью, и в жизни своей подчиняться всем тем законам, которыми церковь достигает цели своего существования и по которым она, как общество, живущее на земле, управляется. Истина церкви, по преимуществу перед всеми другими, касается самой жизни каждого христианина, определяет не только его верование, но и саму его жизнь. Признать церковь – это значит не мечтать только о Христе, а жить по-христиански, идти путем любви и самоотречения. Вера в церковь требует подвига и от ума, и от воли человека. Именно протестантизм провозгласил открыто величайшую ложь. Можно быть христианином, не признавая церкви. А потому почти все пункты разногласия сектантов церковью православной сводятся к отрицанию церкви во имя мнимого, в кавычках, евангельского христианства. И создалась самая ужасная подделка веры Христовой. Когда увидим, что некоторые приводят апостольские или пророческие изречения в опровержение вселенской веры, мы не должны сомневаться в том, что устами их, говорит дьявол. «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, отчего отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законно учителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают». Первое послание Тимофею, первая глава, с пятого по седьмой стих. Так понимают передовые, в кавычках, по направлению к аду сектанты. Христос церковь свою называет Царством Божиим. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Евангелие от Иоанна, пятнадцатая глава, девятнадцатый стих. Церковь сравнивается с деревом. «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся, ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. И так видишь благость и строгость Божью. Строгость к отпадшим, а благость к тебе, если прибудешь в благости Божией. Иначе и ты будешь отсечен. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Послание Римлянам 11 глава 17 по 24 стих. Церковь сравнивается с телом. И вы – тело Христово, а порознь – члены. Первое послание Коринфянам 12 глава 27 стих. В церкви всегда неизменно единение человека с Христом во святом причащении. Я хлеб живый, сшедший с небес. Ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им, «Истина, истина, говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истина есть пища, и кровь моя истина есть питье. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 51 по 56 стих. Здесь источник духовной жизни. Таинство причащения соединяет людей с Богом и тем самым, и друг с другом. Вот почему причащение есть источник именно церковной жизни по преимуществу. Вне единства церковного нет и причащения. Без епископа ничего не делай, относящегося до церкви. Только та Евхаристия должна почитаться истиной, которая совершается епископом или тем, кому он сам предоставит это. Где будет епископ, там должен быть и народ, так же, как где Иисус Христос, там и кафолическая церковь. Игнатий, богоносец. Многие зерна, вместе собранные, смолотые и замешанные, образуют один хлеб. Так во Христе, который есть небесный хлеб, мы видим одно тело, в котором связано и соединено наше множество. Киприан Карфагенский. Что такое единение Духа? Как в теле Дух все объемлет и сообщает какое-то единство разнообразию, происходящему от различия членов телесных, так и здесь. Но Дух дан еще и для того, чтобы объединить людей не одинаковых между собой по происхождению и образу мыслей. Иоанн Златоуст. Дело Христа не есть только одно учение. Его дело есть создание единства, вроде человеческом. Дело Христово есть создание новой твари, то есть церкви. В церкви живущий Дух Божий дает силы для осуществления христианского учения в жизни. А так как учение – это есть учение о любви, то осуществление его опять-таки создает единство. Если порвется связь с телом церкви, то отдельная личность, обособившись и замкнувшись в своем себялюбии, лишена будет благодатного воздействия Святого Духа, живущего в церкви. Обособиться, замкнуться в себе – это для личности или даже для поместной церкви тоже, что для луча отделится от солнца, для ручья – от источника, для ветви – от ствола. Жизнь духовная может быть только при органичной связи со Вселенской Церковью. Порвется эта связь, непременно иссякнет и жизнь христианская. Без церкви нет христианства, остается только христианское учение, которое само по себе не может обновить падшего Адама. Слово «церковь» в Новом Завете встречается 109 раз, в Ветхом Завете всего только один раз. Слово же «христианство», как и многих других слов, на «ство» Новый Завет не знает. После сошествия Духа Святого на учеников и апостолов Христовых получила бытие церковь, как видимое общество. Сделаться христианином значило присоединиться к церкви. Хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Деяние святых апостолов, 2 глава, 47 стих. Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Деяние святых апостолов, 5 глава, 13 стих. Всякий новый верующий был как бы веткой, прививающейся к единому древу церковной жизни. Господь не хочет знать рабов своих вне церкви. Из посторонних же никто не смел пристать к ним. Деяние святых апостолов, 5 глава, 13 стих. Ничего не делайте без епископов и пресвитеров. Не думайте, чтобы вышло что-либо похвальное у вас, если будете это делать сами по себе. Делающий что-либо без ведома епископа служит дьяволу. Кто будет почитать себя больше епископа, тот пропал совершенно. Игнатий Богоносец. Вне церкви не может быть и учения христианского, не только христианской жизни. Только в церкви есть чистая вера. Гиприан Карфагенский. Всякое отделение церкви непременно связано бывает и с искажением веры. Враг изобрел ереси и расколы, чтобы не спровергать веру, извратить истину, расторгнуть единство. Служить ли его возвещает вероломство под предлогом веры, антихриста под именем Христа, и, прикрывая ложь правдоподобием, тонкой хитростью уничтожают истину. Еретик рассекает церковь, он вооружается против церкви, изменник в отношении веры, в отношении благочестия святотатец, непокорный раб, сын беззаконный, брат неприязненный. Киприан Карфагенский. Если рассмотреть веру тех, которые веруют вне церкви, то окажется, что у всех еретиков совсем иная вера, даже, собственно говоря, у них одно изуверство, богохульство и прение, враждующее против святости и истины. Кто бы он ни был, он не христианин, как скоро он не в церкви Христа. Как может быть со Христом тот, кто не пребывает с невестой Христовой, не находится в церкви его, тот уже не может иметь отцом Бога, кто не имеет матерью церковь, то есть он же. Еретики не могут быть христианами. Тертулиан. Крещение вне церкви только пустое и нечистое погружение. Там не омываются грехи, а только усугубляются. Такое рождение производит чад не Богу, но дьяволу. Еретиков должно крестить единственным крещением церкви, чтобы они могли из противников сделаться друзьями и из антихристов христианами. Отступивший от церкви лишен надежды на спасение, лишен благодати Святого Духа, Святой Киприан. Христианскую жизнь, приводящую ко спасению, блаженный Августин приписывает только церкви, а вне церкви этой жизни быть не может. Все, отделившиеся от церкви, не имеют любви. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 35 стих. Возрожденный в крещении, но не соединившийся с церковью, не имеет от крещения никакой пользы, потому что он любви не имеет. Спасительным начинает быть для него крещение только тогда, когда он соединится с церковью. Благодать крещения не может очистить от грехов того, кто не принадлежит церкви. Ее действия как бы парализуются упорством раскольнического сердца во зле, то есть в расколе. Так как крестящийся вне церкви, тотчас после крещения, вступая во мрак своей схизмы, обнаруживает свою греховность, отсутствие у него любви, то и грехи немедленно на него возвращаются. Смотри притчу о рабе, не простившем другого должника. Все отделившиеся от церкви, пока противятся ей, добрыми быть не могут, хотя бы их поведение и казалось похвальным. Самое их отделение от церкви делает их злыми. Теоретическое согласие с учением христианским совершенно бесполезно и вне церкви нет спасения. Жизнь христианская иссякает. Оказывается только одно еще лишнее учение в бесконечном ряду учений древних и новых. Притом учение весьма неопределенное, ибо без церкви открывается возможность несчетного множества его пониманий, самых произвольных и даже друг другу противоречащих. Господь Иисус Христос сам ничего не писал, поэтому нет ничего легче, как по своему вкусу перетолковывать учение Христова и сочинять в кавычках христианство, выдавая под этим названием свои собственные заблуждения. И много можно дивиться тому, как далеко заходят люди в своем в кавычках истолковании христианства. Чего только не захотят они, то сейчас все это и находят в Евангелии. Оказывается, что всякую свою праздную мечту и даже злонамеренную мысль можно при желании прикрыть евангельским учением. Но подделка церкви христианством ведет за собой еще одну ужасную подделку. Подделку Христа, Бога-человека, человеком Иисусом из Назарета. Именно для создания церкви необходимо было сошествие на землю Сына Божия и Его крестная смерть. Дьявол и теперь, как и при искушении Христа в пустыне, прибегает к помощи Писания, чтобы доказать возможность отделения христианства от церкви. Не должно у других искать истину, которую легко получить от церкви, ибо апостолы, как богач в сокровищницу, вполне собрали в нее все, что относится к истине, так что всякий желающий берет от нее питье жизни. Она есть именно дверь жизни, а все прочие суть воры и разбойники Ириней Леонский. В наше время изобилие всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Второе послание Тимофею, третья глава, седьмой стих. О жизни церковной знает только тот, кто ее имеет. Для него она не требует доказательств, а для не имеющего ее она почти недоказуема. Архимандрит Иларион Троицкий По каким признакам можно разыскать истинную церковь среди множества современных христианских ветвей? Во-первых, настоящая церковь должна содержать неповрежденным чистое христианское учение, проповеданное апостолами. В принесении истины людям заключалась цель пришествия Сына Божьего на землю, как Он сказал перед Своими крестными страданиями. На то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине всякий, кто от истины слушает глаза моего. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 37 стих. Приходится согласиться, что не могут все учить правильно. Если, например, одна церковь утверждает, что причастие есть тело и кровь Христовы, а другая, что нет, то невозможно, чтобы обе были правы. Или, если одна церковь верит в реальность духовной силы крестного знамения, а другая эту силу отрицает, то очевидно, что одна из них заблуждается. Истинной церковью должна быть та, которая ни в чем не расходится в вопросах веры с церковью первых веков христианства. Когда человек беспристрастно сравнит учения современных христианских сект, то он должен прийти к заключению, что только православная церковь исповедует неповрежденную веру древней апостольской церкви. Вот почему так не любят все еретики отвечать на вопрос, когда и откуда они появились, верил ли кто так до их появления, и где была такая вера, и пусть назовут, кто так верил во втором веке, в третьем, и так далее. Православные же могут самым точным образом указать по житиям святых всех мучеников и подвижников с первого века. Сектанты говорят, что эти жития написали сами же православные для самих себя, но знают ли они, что жития святых были написаны в двух экземплярах? Один экземпляр писался на допросе верующих судьями-палачами, а другой писали сами христиане. Так у Климента Римского были свои нотарии-диаконы, которых он рассылал в места казней, и они все видели, запоминали и потом записывали, сохраняя для церкви. Когда же к власти пришел Константин Великий, то все судебные архивы перешли в ведение христиан, и когда сравнивали записи тогдашнего КГБ, тогдашние Лубянки и то, что сохранила церковь, не было найдено никаких расхождений. И добросовестно отвечая, сектанты должны были бы отвечать, не лукавя, что вот тогда-то они возникли. Баптисты от Джона Смита в 1609 году, когда он вошел в воду и сам себя в кавычках крестил и провозгласил пресвитером. Адвентисты не раньше 1841 года, когда не сбылось лжепророчества их основателя Уильяма Миллера и так далее. Конечно же, никто так не верил, как они в первые века в Христовой Апостольской Церкви. А вот еретики были и тогда, и многие из них верили точно так же, не во всем, как суперсовременные сектанты. Так были безголовые, у которых не было хератонии, которые не признавали благодати преемственности рукоположения. Это ерес ныне у баптистов, которым никогда не переходил ни один епископ, а значит, у них нет ни одного священника и нет действительных таинств, крещения, причащения. Ибо без всех священных рук священников нет отпущения смертных грехов, говорит Златоуст. Смотри, 20 апреля, житие Анастасия Игумена. Были еретики, ненавидящие иконы, иконоборцы, осужденные на Седьмом Вселенском Соборе в 787 году. Они ныне во всех сектах. Илларион 6 июня называл иконоборцев новыми безбожниками. Сегодня патриархи служат службу вместе с армянами, монофизитами, осужденными на Четвертом Вселенском Соборе в 451 году. Святой Агапит 1 июня выгнал из своей кельи врача армянской веры, сказав, «Как ты посмел войти сюда и осквернить мою келью? Армянская ересь есть гнуснейшая». В первом четвертом веках были антитринитарии, не признававшие Святую Троицу. И только в двадцатом веке эти еретики появились под именем иеговистов, именников. Учение о тысячелетнем царстве на земле Хелиазм было отвергнуто святыми отцами, но теперь явилось у всех сектантов. Попытка возродить говорение на иных языках была в третьем веке Ирине Леонской, и наше столетие вдруг получило ересь пятидесятников, имитирующих говорение на языках, часто одержимые злым духом или психически поврежденные. Вышедшие из дыма саранча сектанты пожирают неутвержденные в истине души. Феодосий Печерский называл кривоверием веру тех православных, кто хвалит чужую веру. Если у нас хорошо, тогда у еретиков худо, а если у них хорошо, тогда у нас худо. Златоуст 6 апреля Евтихий Патерик 4 век Еретика следует анафематствовать и после его смерти. И возникшие древние ереси есть исполнение пророчества апокалипсиса. И вышел дым из кладезя бездны как дым из печи и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. Книга Откровения 9 глава 2 стих Солнце стало мрачно как власеница. Книга Откровения 6 глава 12 стих Учение Христа помрачено еретическими измышлениями и луна сделалась как кровь. Церковь покрылась кровью мучеников. Христос послал апостолов сделав их ловцами человеков дал им сеть в которой продольные и поперечные нити сети есть чудеса и пророчества которыми была уловлена вселенная. С таковой же сетью выходит и лжец дьявол посылая сетью лжепророчеств и лжечудес своих клевретов и приспособившись к современным в кавычках научным понятиям безбожников о биополях полных сухих костей и о внеземных связях и цивилизациях и НЛО. А истина открывает, что все это уже было под солнцем только под другими названиями и в другом виде. Так же стучали демоны, так же творили чудеса Порфирии Ивановы, входя в воду на много часов. Смотри житие святого Иоанна Богослова про эритика Керинфа и волхва Кенопса, колдовство и вызывание демонов. Их стучание было многократно в житиях Макария Египетского и Лориона Великого и Саакия Печерского. Вот как рассуждал блаженный Феофилакт об отступничестве латинян-католиков. Избегая препирательства о второстепенных разногласиях и обычаях, ибо не всякое различие в обычаях должно вести к разделению, но только то, которое касается догматов, говорил он. Все латинские разногласия, бывшие тогда, помимо догматов, он хотя и называет несправедливыми, но считает возможным покрыть христианской любовью. Вооружается же он главным образом против прибавления к символу веры и от сына. Здесь пишет блаженный феофилакт самое опасное зло, и если не позволяя сделать исправлений, то уступить не надобно, хотя бы говорили они от престола, хотя бы показывали нам ключи Царства Небесного. Впрочем, и в этом отношении не надобно спорить о словах, осмотреть на дело, только от исповедания веры надо требовать полной определенности, не будем спорить слишком с непокорным умом этих людей, ни об опресноках, ни о постах, ни о прочем. Надобно терпеть зло, чтобы предотвратить большее, надобно попускать то, что переменить нельзя, дабы не разрушить общей любви. По примеру апостолов, надобно являться слабым для слабых, исследовать примеру Спасителя, положившего душу свою для того, чтобы собрать рассеянных чат воединостадо. Среди прочих заблуждений и отступлений от истины, католики приняли крещение через окропление, лишили мирян причастия кровью Христа, приняли догмат о непогрешимости пап в вопросах веры, бродобрития и многое другое еретическое. Временами казалось, что ереси навсегда закрывают своей власяницей истину православия, и дым из кладезя бездны скрыл солнце правды. Но всегда Господь Бог сохранял себе верных людей, как во времена пророка Ильи, и они, не преклонившие колен пред валаамами, умоляли Вседержителя открыть народу свет Христа. И восставали вначале в одиночестве святые Афанасии, Златоусты, Исаакии, Далмацкие, Максима-Исповедники, Феодоры-Студиты. И тьма отступала. И был праздник торжества православия. Дьявол, как истинный отец лжи и всех еретиков, неустанно продолжает выводить из кладезя бездны все новых и новых лжеучителей, лжепророков, в кавычках, Мессий. Имя же им, Легион, с единственной целью извратить Писание священное и ум своих последователей, чтобы погубить бессмертные души их. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. Второе послание Тимофею 2 глава 19 стих. Дьявол всегда пытается в кавычках улучшить, модернизировать сказанное Богом, говоря «Нет, не умрете, но будете как Боги». Книга Бытие 3 глава 5 стих. Сыны Дафана, Корея, живы и ныне душами своими и вдохновляют отрицаться установленной божественной иерархии книга чисел 16 глава учат о в кавычках великой любви, отрицая страх Божий, что по слову Игнатия Брянчанинова есть ложь. Найдет ли Христос веру на земле, когда во второй раз придет на землю судить живых и мертвых? Евангелие от Луки 18 глава 5 стих. Найдет и очень много. Будет мировая религия и искренняя вера в мирового диктатора Антихриста, сидящего в третьем храме Соломона в Иерусалиме. Тысячи сект с самыми разными заблуждениями и все в кавычках улучшают веру православную, веру апостольскую, вводя свои толкования, правила, обряды, вопреки ясному правилу Шестого Вселенского Собора 19-му, запрещающему толковать вопреки учению Церкви. Предстоятели Церквей должны по вся дни, наипаче же, во дни воскресные, поучать весь клир и народ словесам благочестия, избирая из Божественного Писания разумение и рассуждение истины, и не приступая положенных уже пределов и предания богоносных отцов, и если будет исследуемо Слово Писания, то не инако да изъясняют оное, разве как изложили светило и учители Церкви в своих Писаниях, и с ими более да удостоверяются, нежели составлением собственных слов, дабы при недостатке умения всем не уклониться от подобающего, ибо через учение вышереченных отцов, люди, получая познание о добром и достойном избрании, и о неполезном и достойном отвращении исправляют жизнь свою на лучшее, и не страждут недугом неведения, но, внимая учению, побуждают себя к удалению от зла, и страхом угрожающих наказаний соделывают свое спасение. Но всякая попытка реформировать Божие установления приводит к проклятию. Едва еретики кончат приносить свое всесожжение, первая книга царств, тринадцатая глава, десятый стих. Как уже рушатся их жертвенники? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Первая книга царств, пятнадцатая глава, с шестнадцатого по двадцать второй стих. Изменение даже одного слова в Библии делает человека лжецом. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Притчи царя Соломона, тридцатая глава, шестой стих. И губит его. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агонса в книге жизни. Книга Откровения, двадцать первая глава, двадцать седьмой стих. И ересью всех ересей называют ныне тут церковную линию Московской Патриархии, которая официально стала незыблемым их руководством со дня принятия Декларации Митрополита Сергия в 1927 году, когда всеобъемлющая и тотальная ложь стала незыблемым догматом, как во взаимоотношениях с внешним, так и во внутренней политике патриарха, архиереев и почти всех священников. Патриарх Тихон призывал в обращении к верующим «Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-нибудь общение». Извергните развращенного из среды вас. Первое послание Коринфянам, пятая глава, тринадцатый стих. Такого отношения Церковь не выражала еще ни одному правительству за всю свою историю. 19 февраля 1918 года патриарх предал большевиков анафеме. Грех тяжкий, нераскаянный грех вызвал сатану из бездны, низвергающего ныне хулу на Господа и Христа его, и воздвигающего открытое гонение на церковь. Только в 1918-19 годах было казнено 28 епископов и 1414 священников, а к концу 1922 года 2 миллиона мирян. Октябрьский переворот Ленина и Троцкого против слабой русской демократии был бандитским. Расстреляно на Дону 1 миллион 200 тысяч казачьего населения. В течение 1922 года погибло 2691 белого духовенства, 1962 монашествующих, 3447 монахинь и послушниц. Мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черностенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Вилл Ленин. Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше, писал он. И вот этим-то извергом согласились сергианцы не за страх, а за совесть служить. После ареста патриарха Тихона еще более усилились обновленцы, которым советская власть передала до двух третьих всех храмов, и они уволили 60 епископов из числа 143. В обновленцы сразу же перешли будущие патриархи Сергий Строгородский и Алексий Семанский. Патриарх Тихон решил пойти на уступку правительству, чтобы получить свободу и спасти не себя, а других. Он писал в обращении «Я раскаиваюсь в этих проступках против государственного строя и прошу Верховный суд изменить мне меру пресечения, то есть освободить меня из-под стражи. При этом я заявляю, я от ныне советской власти не враг». Несмотря на величие личности и подвига патриарха Тихона, с большим сожалением приходится признать, что впервые сам принцип употребления лжи, лжесвидетельства ради в кавычках спасения церкви, был применен в московской патриархии именно им. Лишь немногие, наиболее чуткие христиане понимали страшную опасность выбранного патриархом пути. Известие 5 мая 1923 года писало «Отдельные лица разделяют ту точку зрения, что заявление патриарха Тихона крупная непоправимая ошибка». И действительно, время показало, что ошибка патриарха Тихона послужила лишь отправной точкой для эскалации лжи, предела которой не видно и поныне. Но патриарх Тихон не перешел той границе, которая должна была отделять его, как главу русской православной церкви от безбожной власти. 12-25 мая 1923 года Тихон освободился и потом горько раскаивался в своем в кавычках раскаянии. Он говорил, что если бы он знал, насколько слаба была в действительности в кавычках «живая церковь», он бы не писал исповедь и остался бы в тюрьме. В феврале 1925 года патриарх обратился в НКВД с ходатайством о регистрации Патриаршего Священного Синода. Но не надо забывать, что святой патриарх Тихон был единственным патриархом советского периода, при котором церковный народ в целом сохранял свою внутреннюю свободу и чисто православный облик. И это было не в малой степени благодаря личному примеру и учению патриарха, который прославил мучеников, защищал исповедников и предал анафеме и богоборческих коммунистов и еретических обновленцев, уча, что годы торжества коммунизма были годами торжества сатаны и власти антихриста, а в кавычках живая церковь учреждения антихриста. 1927 год. 117 архиереев в тюрьмах и ссылках. Церковная администрация разрушена, а авторитет церкви как никогда высок. Вот в такое время к власти приходит, незаконно похищая ее, митрополит Сергий, внедряя в сознание верующих мысль, будто христианство по существу не отличается от коммунизма, как пишут о том соловецкие узники. Послание Сергия преследует недостижимую цель установить неслыханный и неестественный союз между безбожной властью и святой православной церковью, союз между Христом и Велиаром, дьяволом. Зарубежные епископы писали, мы почитаем советскую власть незаконную и не богоустановленную, а существующую по попущению Божию ради наших грехов и для вразумления нашего. Мы называем советскую власть Христа ненавистной и безбожную, разрушающую церковь и Россию. Мы молим Господа, чтобы Он избавил нашу церковь и Россию от гнета и плена этой власти. О декларации митрополита Сергия, которой руководствуется Московская Патриархия и поныне, епископ Виктор писал, от начала до конца это исполнено тяжелой неправдой и есть возмущающая душу верующих глумления над Святой Православной Церковью и над нашим исповедничеством за истину Божию. А через предательство Церкви Христовой на поругание внешним оно есть прискорбное отречение от своего спасения или отречение от самого Господа Спасителя. Сей же грех, как свидетельствует Слово Божие, не меньший всякой ереси и раскола, а несравненно больше, ибо повергает человека непосредственно в бездну погибели. Вы делаете антицерковное обновленческое дело, причем вы являетесь создателем самой опасной его формы, так как отказываясь от церковной свободы, в то же время сохраняете фикцию каноничности и православия. Это более, чем нарушение отдельных канонов. 70 российских епископов открыто отвергли путь сергиан. Декларация Сергия это продажа первородства истины за чечевичную похлебку лживых и неосуществимых благ. То, что обновленцы в открытую поправшие все законы церкви и вступившие в братский союз большевиками не смогли сделать, ибо народ отверг их, то смогла сделать московская патриархия постепенно, тихо и незаметно проведя полное обновление в церкви, обмерщив ее. Что же стало с теми, кто не принял капитуляцию пред антихристом? Они ушли в катакомбы. Часто священник, неся в котомке все необходимое для служения, переходил тайно от села к селу. Теперь, когда внешний административный механизм церкви был разрушен, ответственность за сохранение огня веры возлагалась лично на каждого епископа, а иногда и на каждого верующего, связанных со своими собратьями христианами уже только внутренними мистическими узами жизни во Христе. Может быть, настало время, когда Господь не хочет, чтобы между ним и верующими стояла церковь, как посредник, а каждый человек призван стать непосредственно перед Богом и отвечать ему за себя сам, как это было при праотцах. Епископ Дамаскин Сознание верующего человека определило, что советская власть есть антивласть. Она не является властью, потому что она не учреждена Богом, а дерзостно сотворена совокупностью злых действий людей. Эта антивласть представляет сгусток зла. Сущность ее борьба с Богом, поэтому корень ее от сатаны. Советская власть не является властью, потому что она не может по своей природе исполнять в полной мере закон, ибо существо ее жизни есть зло. Если какой злодей беззаконник восхитит сию власть, то не утверждаем, что поставлен он Богом, но говорим, что попущено ему изблевать сие лукавство, как фараону. Исидор Пелусиот Творение часть 2 Письмо 6 За период с 1917 года по 1940 205 епископов пропали без вести, из них 59 исчезли в 1937. Судя по духу времени, по брожению умов, должно полагать, что здание церкви, которое колеблется давно, поколеблется страшно и быстро. Игнатий Брянчанинов С 1927 года все епископы Русской Православной Церкви без исключения подбираются советам по делам религий. Карманная церковь сделалась марионеткой в руках тех, кто решил создать церковь по своему образу. Вот почему те из них, кто уничтожал и разрушал, расстреливал и клеветал на истинных пастырей и на церковь, теперь, после выпаривания в пробирках КПСС и КГБ нового типа священства, трусливого и на все согласного с безбожными властями, теперь, когда стали открываться приходы Русской Свободной Церкви, яростно защищают патриарших ставленников. Почему? Любому человеку, без предвзятости, рассмотревшему духовное состояние Московской Патриархии и тех, кто не осквернился сотрудничеством с Антихристами, понятно, где Божия Правда. Однако, власть предлежащим ближе и милее именно патриархия. Им отдают все храмы, им помогают захватывать уже те храмы, в которых служат находящиеся под юрисдикцией Русской Зарубежной Церкви, хранительницы догматической и канонической истины. Свой своего видит далеко, и рука руку моет. В открытую вчерашние уполномоченные по делам религий эти злейшие враги Церкви яростно заступаются за благочинных Московской Патриархии, понося зарубежный Синод. Более дикой ситуации не было за всю историю Церкви, чтобы враги Церкви, гонители, как Нерон, Декий, Диоклетиан, Дружбы народов, Красного Знамени, давали им задание защищать их людоедскую политику пред другими государствами или учили бы их лгать, что их не гонят за веру. За подобные деяния соборы отлучали на 15 и на 30 лет от Церкви, как лютых врагов. Григория Неокисарийского, 3, 8, 12. Характерной чертой Патриаршей Церкви стали ложь и ложное смирение. Чей ум и совесть не скривит боль от нескольких выдержек из речей, предавших Церковь Христову. Патриарх Христофор говорил, маршал Сталин, под руководством которого ведутся военные операции, имеет на то обилие божественной благодати и благословения. Патриарх Алексий продолжает самым бесстыдным образом кодить фимиам восхвалений тому тирану, кому и в аду мало места. Так, по случаю его смерти, его кончину с глубокой скорбью переживает вся русская православная церковь, которая никогда не забудет его благожелательного отношения к нуждам церковным. Светлая память о нем будет неизгладимо жить в сердцах наших. С особым чувством неперестающей любви церковь наша возглашает ему вечную память. Вот тот яд лжи и лицемерия, которым продолжается отравление душ. СССР это сталинско-сергиевская симфония разрушения. Это сатанинское сборище сумасшедших рабов. Сообщество политических уголовников у государственной власти 73 страшных года создает свою государственную церковь. И узкие врата в Царство Небесное, которые отворяются на земле, расширились шире врат адовых. Анархия ума и распад личности идет не только в видеозалах, но и в церкви. И в самом алтаре, когда исчезла граница между светом и тьмой церкви и мира. Непотребство. Есть мать голода, доколе Иудин грех, предательство МП не исторгнут. Будем видеть не сон святых, но поле сухих костей. Иезыки Иля 37 глава. Но они ненавидят обличающего. Книга пророка Амоса, 5 глава, 10 стих. Ненавидящее обличение идет по следам грешника, а боящийся Господа обратиться с сердцем. Книга Серахова, 21 глава, 7 стих. И побивают камнями клеветы, посланных к ним. Не говори, ради Господа я отступил. Никому не заповедал он поступать нечестиво. Книга Серахова, 15 глава, 11 стих. Если епископы не одолели церковь, то врата ада не одолеют ее. Эта граница проходит в каждом богослужении, отделяя третью часть литургии троекратным возгласом священника или дьякона. Оглашенные, изыдите. Кто оглашенные, выйдите. Кто здесь оглашенные, выйдите вон из церкви. После повеления оглашенным удалиться из храма начинается литургия верных. Первый том настольной книги священнослужителя, страница 306. Молитвой о оглашенных священнослужитель просит Господа, чтобы он огласил словом истины тех, кто еще не вошел в полное общение с церковью, готовясь к принятию крещения, чтобы открыл им слово Евангелия, присоединил их к святой своей церкви, помиловал и сохранил своей благодатью. Молитвы об оглашенных имеют отношение и к верным. Они внушают и им проверить свою совесть, достойны ли они присутствовать в храме и молитвенно участвовать в совершении литургии верных. Литургией верных эта часть называется потому, что присутствовать при ее совершении и приступать к причащению святых тайн могут только верные, то есть лица, принявшие православную веру через крещение и оставшиеся верными обетом, данным при крещении. Страница 253. Двери, двери относилась к привратникам, стражам у церковных дверей храма, чтобы они тщательно наблюдали за входом в храм и не допускали с того времени кого-либо из оглашенных или кающихся лиц, которые не имели права присутствовать при совершении Таинства Святого Причащения. Страница 263. Удаление тех, кто не может почитаться верным, не просто правило церковной дисциплины, в сущности это условие самой возможности продолжения службы, соблюдение которого лежит на дьяконах. Они осуществляют наблюдение за порядком службы, давая распоряжения прислуживающим. Повторными настойчивыми распоряжениями удаляются оглашенные. Но перед этим церковь, как исполненная любви мать, молитвенно прощается с ними, разъясняя смысл этого ухода, прощается, как с дорогими чадами, которых она ждет в свое лоно, достойно подготовленными. Кто же такие оглашенные, как они попали в храм, почему они стали предметом такого к ним внимания? Втайне от окружающего мира с осторожностью подводила их святая церковь к должному пониманию того, что является таинственно благодатной основой христианства. На многие месяцы, если не годы, растягивалась приготовление к предстоящему после принятия благодати святого крещения, приобщению святых тайн. Надо было поистине переплавить в горниле возгорающейся веры исконное и стойкое языческое самосознание, которое одинаково противилось благодатному просвещению как в своей материалистической упрощенности, так и в своей бездуховной утонченности. Оглашенные были желанными, обязательными причастниками божественной службы, но лишь до определенного момента, когда благоговение к таинству присуществления требовало удаления непросвещенных, то есть тех, на кого еще не снизошла в таинстве крещения благодать Святаго Духа. Вот эти-то люди не только не чуждые христианству, а напротив того, сознательно идущие в его объятия, но еще не успевшие по своей неподготовленности быть принятыми в лоноцеркви и именовались оглашенными. Учили на слух, оглашали. Оглашение было не просто прохождением некоего курса наук, а было постепенным и осторожным посвящением в тайны христианства, не подлежащие публичной огласке в мире. В блаженном чаянии предстоящего совместного прославления Святой Троицы и расстаются до времени верные соглашенными. Те избранные, которые уже имели счастье обновить свое бытие банью Святого Крещения, остаются в храме. Те же, кто еще только готовится к просвещению, смиренно покидают храм, следуя особо торжественному призыву дьякона, оглашенные «Выйдите! Двери! Двери!» Предлагается проверить снова и окончательно состав молящихся. Не находится ли кто в храме из непросвещенных, чья молитва недостойна слиться с восходящими к небу от лица верных молитвенным кадилом? Эта забота понятна. Дело идет не просто об обнаружении единомыслия в признании учения, принятого церковью, а о чем-то большем. И разве не мудрость церкви сказалась в том, что пусть близко, совсем близко в притворе у входа стоят оглашенные, но вовсе же не здесь. С с каким благоговением, с какой силой упования взирают они на эти двери, только что перед ними затворенные, за которыми происходит великое тайнодействие, и которые в какой-то скорый, блаженно-радостный день готовы открыться и для них. Чье благоговение превозмогает тех верных, которые сподобляются участвовать в тайнодействии, или тех непросвещенных, которые в общей толпе с запрещенными слезах покаяния, взирающими на временно, вплоть до снятия с них епитемий и для них закрывшейся двери, склоняют свои головы и преклоняют колени сердца пред еще близкой святынею Христа. Посмотрим, что творится во всех храмах именно после возглашения оглашенные из идите. Кому этот возглас? Диакон стоит лицом к алтарю, значит, там и находятся оглашенные. Но никак не к тем, кто толпится в храмах, кто вопреки запрета мирянам входить в алтарь ладикийский 44-45 правила табуница у престола. Сегодня легче вытряхнуть зловещую пустышку из мавзолея освободить центр России от смердящей мерзости книга пророка Еремия 51 глава 44 стих, чем даже с помощью всех мер вытеснить из храма чужих. Проблема именно в том, что нет водораздела между верными и чуждыми, между своими и врагами. Кто члены церкви? Этого никто не знает. Вот почему над приходами свободной российской церкви нависла смертельная угроза растворения их в той же обмерщенности, что и в патриарших церквах. Самое лучшее положение у тех, кто на новом месте начинает все с нуля. Там может возрожденный пастырь провести и оглашение, и наложение епитемий и подлинное крещение в три погружения, а не мочение лбов попами-неверами. Здесь могут быть подлинная евангелизация и подлинное рождение свыше. В худшем положении находятся те из них, кто открыл свой приход там, где есть по соседству патриаршие храмы. Там большая часть сил будет уходить на борьбу за здание. Еще хуже, когда начнется переход в русскую зарубежную церковь целыми общинами из патриаршей церкви. Здесь часто ничего не меняется, только вместо святейшего поминают блаженнейшего. Еще хуже, когда будут переходить целыми епархиями. И окончательная смерть, когда в московской патриархии пойдут на все требования РПСЦ, отрекутся от декларации митрополита Сергия, канонизируют новомучеников, выйдут из Всемирного Совета Церквей, из экуминизма. И все это доброе, без внутреннего перерождения, если будет сделано как политический ход, и тогда у РПЦЗ не будет оснований не сесть за стол переговоров. И тогда большинством голосов подавят истину. Истину надобно хранить более всего хранимого, а для сего необходимо четвертое условие, чтобы все осквернившиеся сотрудничеством с безбожной, анафематствованной властью архиереи и священники ушли за штат или в затвор, как сделал повинный патриарх Павел IV, подписавший еретические документы. 30 августа 760-84 года и потому быть может, а не только за святую жизнь, причисленной к лику святых. Пока проказа греха сотрудничания с сатанистами не исторгнута из церкви. 2 Параллипоминон 26 глава 16 по 23 стих книга пророка Исаии 6 глава 1 стих и обличаемые гневаются на обличающих видения и дары духовные отняты от целой страны. Оглашенные из Эдите это та непроходимая пропасть между живыми и мертвыми за ненарушимость границы которой пострадал епископ Вавила, не допустивший царя Нумериана в храм. Иоанн Златоуст не впустивший в храм царицу Евдоксию и сосланный ею и умерший в ссылке. Амвросий Медиаланский запретивший входить в храм самому православному царю Феодосию. Где были эти Амвросии? Златоусты, Вавилы, митрополиты Филиппы, не остановившие Иванов Грозных, не запретившие ни одному из русских царей и их рода племени стоять в храме и не изгнавшие их за мирской образ мысли, жизни, замасонства, затиранства помещиков, самодурства судей, князей. За последние триста лет, как и у старообрядцев, ни от одного святителя не было обличения царям. Почему молчали Дмитрии и Ростовские, Митрофаны, Иоанны, Серафимы? И не за это ли малодушие священников, архиереев Бог предсказал им всем гибель? Обмерщение церкви началось до Митрополита Сергия, а при нем было завершение этой беды, когда коммунистов допустили в алтарь, там они выпивали свою порцию вина. Молчать ли о начале отступничества, которое закончится воцарением Антихриста и венчанием его на царство православным патриархам? Молчанием же предается Бог. Каются полулживо, но и от лжи отступничества остается нетронутым. Лгали на исповедников и мучеников Христа, утверждая безбожную ложь всему миру, что в союзе нет гонений на верующих. Ложь есть истребление любви. Иоанн Лествичник Какой муки обрекли себя, сотрудничая с атеистами? Лучше я соглашусь умереть, чем отступив в чем-либо от правой веры терпеть муки совести. Максим Исповедник Нео-обновленчество и экуминизм неотъемлемая часть сергианцев, участников все ереси на бесовских родениях в Мировом Совете Церквей, этом прообразе Церкви Антихриста. Не называю любовью, но человеконенавистничеством и отпадением от божественной любви, когда кто помогает юридическому заблуждению, на еще большую гибель тех, кто держится этого заблуждения. Максим Исповедник И поныне нет в этом покаяния у Патриархии. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Притчи Царя Соломона, 28 глава, 13 стих. Открылись КГБ-вские клички архиереев и благочинных, и их военное звание даже. И вот эти Дроздовы, Патриарх Алексий II, Адаманты, Ювеналий, Аббаты, Петерим, зовут людей к миру, пугают расколом. Да не думают, однако, что всяким миром надобно дорожить, ибо знаю, что есть прекрасное разногласие и самое пагубное единомыслие, но должно любить добрый мир, имеющий добрую цель и соединяющий с Богом. Но когда дело идет об явном нечестии, тогда должно скорее идти на огонь и меч. Всего страшнее бояться чего-либо более, нежели Бога, и по сей боязни служителю истины стать предателем учения веры и истины. Григорий Богослов А в чине наречения перед Хиротонией в епископы есть исповедание его. Также обещаю, что я ничего не буду делать по принуждению, хотя бы принуждали меня сильные лица или множество народа, даже если они станут грозить мне смертью, требуя, чтобы я сделал что-нибудь вопреки божественным и священным правилам. Если кто верный был доносчиком и через его донос кто-либо подвергся преследованию или был убит, угодно, чтобы он не получал причастие даже при кончине. Если дело легче было, через пятилетие он может получить причастие. Если он был оглашенным, по пятилетним времени допускается к окрещению. Эльвирский собор в 313 году глава 73 о доносительстве. Ни одна злоба, ни одна ересь, ни сам дьявол не могут никого обольстить иначе, как только под видом добродетели. Апостол говорит, что сам дьявол преобразуется в ангела света. Поэтому неудивительно, что и слуги его преобразуются в служителей правды. 2 Коринфянам 11 глава 14 стих. Авва Дорофей. И вот сегодня прирожденные сексоты патриархии лгут пред прихожанами на братьев диаспоре, что они сбежали за границу, бросив свою паству, а они где тут страдали? По санаториям. Христос заповедал бежать, когда гонят в одном городе. Великий беглец бежал от Ирода в Египет, бросив младенцев. А русские архиереи и священники вышли из России с несколькими миллионами своих прихожан, спасаясь от неминуемой смерти от людоедов. Когда и кто возвестит ныне, что на Руси еще никогда не проповедовалось так Евангелие, как должно? Николай Семенович Лесков Кто предупредит и научит гнилую интеллигенцию о том, сколько сокрыто еретического в сочинениях Александра Мене? О заблуждениях отца Сергия Булгакова и отца Павла Флоренского о софианстве, о нехристианской вере Альберта Швейцера и Эйнштейна, об антихристе на русской земле Иванове, о безумных теориях воскресить своими силами умерших, что распространяли Федоров, Циолковский, Вернанский. Твердое слово сказал об антихристе и соблазнителе душ Льве Толстом Иоанн Кронштадтский. Когда же церковь скажет, не прикрывая экономией вседозволенностью, а устремляясь к окривии строгости по канонам, называя вторгшиеся в церковь беззаконие своими именами, назвав театр училищем разврата по Златоусту, уста курящего демонской кадильницей Иоанн Кронштадтский, причину накрашивания губ, лица желанием завлечь чужого самца по Ефрему Сирину. Как говорит Иоанн Златоуст, что если тебе, женщина, Бог не дал красоты, то за полтинник ты ее не купишь, а если дал, то для чего ты замазываешь свое лицо, пусть муж любуется тобой. Когда же узнают и сами архиереи житие Папы Льва, 18 февраля, страница 323, апостол Петр возвестил ему, я молился за тебя и отпущены тебе грехи твои, кроме грехов, которые ты совершил при хиротонии других на священной степени, законно ли ты рукоположил кого или нет. Кого, скольких и каких нарукополагали советские архиереи вместе с уполномоченными и КГБ, давая направление в семинарии. Архиерей же отвечает за все, что натворят рукоположенные им, говорит Златоуст. Воистину, эти жуткие факты безобразных симоний, поставления за взятки, количество волков в алтаре должны были бы испепелить нашу совесть, если бы их собрать все вместе и обнародовать. Пора, давно пора православной церкви заговорить живым языком покаяния к Богу и проповедью к народной совести, прежде принеся истинное покаяние за свое отступничество. Кто поможет нам в этом? Ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь, Златоуст. Сколько преткновений положено пред слепыми московской патриархией? Книга Левит, 19 глава, 14 стих. Кто уберет камни, эвересты соблазна, кто растопит айсберги лжи, которые поныне делают безжизненной пустыней русское духовное поле, по которому рассыпались иноземцы, а гидеоны сидят в ямах? Книга Судей, 6 глава, 11 стих. Советская власть вместе с сергианцами обновленцами создали сладкий плен и иерархии. Угощения и подарки отвращают обличение. Книга Серахова, 20 глава, 29 стих. Но Бог посылает обличителей, ожидая покаяния. Третья книга Ездры. Где нет обличающего голоса, там гниение, болото, там общество приговорено к смерти. Когда он говорил ему, царь отвечал, разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя. И перестал пророк, сказав, знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего. Книга 2 Паралепоминон, 25 глава, 16 стих. Так понятно желание священников жить богато, женщинам носить украшения и делать выставку красок на своем лице, мужчинам через бродобритие уподобляться женщинам, афишируя свою подчиненность им. Понятно и желание цыган воровать и ворожить, желание казаков взять реванш за проигрыш. Понятно все это по-человечески. Но какое отношение имеют эти люди и их дела к церкви? Казакам церковь как подпруга коню, как и у цыган, найдешь ли истинно верующего христианина? Нужна живая проповедь о рождении свыше, об обращении ко Христу. Казакам с